Салютики, друзья! Вы только проснулись, да, нам, видите, не спится. И вы оказались во Франции. Мы сейчас где-то в центральной Франции, да? Да, мы 150 километров, не доезжая Леона. Едем в Испанию. Ура! Видите, даже интриги никакой не создали в этот раз, да. Едем в Испанию. Немножко развеяться. Немножечко сменить обстановку. На прям курортный отпуск мы не надеемся, но скучать явно тоже не будем. Вопрос, как мы едем красиво. Посмотрите, друзья, как мы красиво едем. Вам видно, да? Артема с нами нет, он не поехал в этот раз по собственному желанию. Поэтому дети могут расположиться уже по-другому. Вот они полночи спали. Обалдели. Удобно так ехать? Классно, да? Представляется, да? Это еще учитывая, что у нас вещи лежат за ними. За ними в багажнике вещи. Это получается, кто не понял, разложили дополнительные сидения, которые в багажнике, а вот эти второй ряд обычных сидений просто в пол убрали. И при этом дети пристегнуты, все по правилам, все как полагается. Да, все нормально. И вот они подушки с собой взяли на бок и спали. Выехали мы из дома. Без 15.3. Без 15.3. Планировали выехать. Ну, в принципе, как-то так и планировали. Вчера с Сашей собирались раньше лечь спать. И, в принципе, пошли спать в 9. И вчера у нас как никогда было веселье под окнами. Мы, наверное, полчаса пытались понять, на каком вообще языке тусовка там происходит. Какой музыкальный репертуар, потому что для нас не сильно был знакомый. Мы поняли, что это ни немцы, ни русские. Саша делал ставки, что это что-то... Балканское. Балканское, не знаю. Но это было нечто. Так район, мне кажется, наш еще не гудел. Именно в тот день, когда мы решили уснуть пораньше. Перед тем, как мы... Но мы все равно поспали часа четыре. Уснули, да. Как-то недолго нас это все мучило. Они еще гудели, а мы уже спали. Просто спим мы с приоткрытым окном. И было слышно хорошо. Но закрывать не хотелось, потому что было бы душно. Вот. И Саша поставил будильник на два. Но проснулся на полчаса раньше. Мы собрались. Упаковались. И поехали. Артем, когда по собственной воле, не захотел. Он говорит, в Испанию на неделю. Это целый день туда, целый день обратно. Но, короче, полинился. Не захотел. Он говорит, я в этом году уже был в отпуск. Он же в Латвии был 12 дней. Или сколько-нибудь там были. Он уже и в озерах купался, и виды видал. И говорит, в Испании я что не видал. В общем, остался. Он остался главный. Нянчится с собаками. А бабушки остались главными присматривать за ним. В общем, у нас все по цепочке организовано. Ну и мы тоже будем подглядывать. У нас-то камеры. Так что нас не забалуешь. Вот. Наверное, в ближайшем будущем мы где-то остановимся. Разомнемся. Перекусим. Уже сейчас будем делать остановку. Надо разоматься. Вот здесь мы и сделаем первый перерыв. Первый перерывчик. Не, мы уже останавливались. Заправиться в Люксембурге. По евро сорок солярка была. Да, залили полный бак. Саша сбил там все показатели на ноль. Хотели посмотреть. Первый раз же мы тестируем в таком режиме машину. Обычно все по городу, по городу. Хотели посмотреть, какой расход средний. Расход 6,8. 6,8 сейчас показывает. Ну, на старый было меньше. Было 5,5 где-то, да? И бак в этой машине меньше. Меньше тоже мы поняли уже. Мы как-то знали. Блин, мы хотели же туда. Ты хотел кофе взять. Нет, грузовые. Это кому-то должен быть отсекать. А там вот впереди показывает. Да, бак меньше. В той машине у нас был бак 70. Но там еще сверху, Саша, литров 10 мог залить. Это плюс-минус одинаково. Здесь расход веще больше. Может, потому я не могу. Я на то баке мог 1300 километров проехать. Представляете, мы даже раз, ради эксперимента действительно заправились прямо возле дома. И доехали до точки вот этой Плэйдаро в Испании, где мы отдыхали дважды. На одном баке. Ну, приехали, правда, уже прям сразу до заправки и заправились. Но на одном баке смогли. Сейчас, конечно же, уже это не вариант. И это с учетом, что без прицепа, без ничего. С прицепом в два раза больше, конечно, было бы. Вон, туда надо было. А где столики? Нету столиков расположиться там. Приятно, уютно. Что-то тут как-то... Можно еще дальше подъехать. Может быть, дальше, да, лучше. Ну, ты за кофем хотел. А там еще есть кафе, смотри, дальше. Ну, давай дальше. Не, папа кофе хочет взять. Подожди, вот здесь... Это уже не на выезд? Так, вот здесь мы упали, потому что там без навеса дождь был. Роса, зачем, Саша? Как зачем? Ну, зачем? Потому что он не мешался. Он не мешался. О! Чтобы солнце в глаза не светило. Зачем? Ну, надо было сесть за соседний столик, Саша. Я буду за кофе куручить. Ну, зачем? Главное, соберите, если вам не надо. Я просто хотел проверить, как вы работаете. Большой кофеек? Я хотел бы покрепче. Покрепче, как капучино, вата я не хочу. Там одно молоко. Ну, не на персток же этот брать. Смотрите, какая маленькая упаковочка прикольная. Шоколад, фоколад. Стрессо. Покажу вам, что продается на французских автобанах. Горчица, да? Горчица же? Наверное. С чем? Красная такая. Огурчики. Местные вкусняшки, видимо. Не знаю, меня не вызывают они интереса и аппетита. Может быть, я зря. Может быть, это очень вкусно. Смотрите, какие красивые упаковочки. И разные-разные вкусы. А, это анис. Не зря, я не люблю анис. Все интересно, да? Это анис. И это, да. Ясно все. Ясно, понятно. Проехали. Это не мое. Да, в этот раз мы решили, кстати говоря, ехать по платному автобану. Обычно мы едем по бесплатной дороге. Она ничуть не хуже, но там дольше часа на три получилось бы. Мы решили в этот раз сэкономить по времени. И нам было интересно, сколько мы заплатим за дорогу. Потому что мы не ездили еще по этому маршруту платно. Любопытство взяло вверх. Но я честно сказать, мы сейчас с Сашей ехали. И под утро так скучно было. Никаких ни видов, ничего-ничего интересного. По автобану ехать реально скучно. Ладно, сейчас Саша с кофем придет, я пойду уже. Я ножичек маленький взяла слишком. Неудобно резать им. Так. Это считается дабл, кстати. Дабл? Я не знаю. Хлебушку перейти. С твоей рукой. Что это за дабл такое? Ну ладно. Глава, чтобы он был бодрящий и вкусный. Да мама, кофейный этот запустила, капсульный наш. Ммм, хорош. Но? Ей говорит, кофе, конечно, вкусный, но на мою кружку надо капсулы четыре. Пусть переходит на мельчай. Пьет большими кружками. Потому что он слабый был, наверное, у нее всегда. Не знаю. Так, у нас яйца вареные. Серегиское лужо. У нас вообще Пасха, да. Давай, Милана. Мы не будем говорить слова Христос воскрес, мы просто чокнемся с тобой. Чокнемся. Давай ты первый, обей. Носиком. Где носик? Вот так. Вот так, теперь я тебя давай. Хап. Все, я победил. Я должен его съесть. Давай сюда. Ешь. А ты должна остаться голодной. Ты должна победить кого-то, и забрать у него яйцо. А я не хочу яйцо собирать. А ты не хочешь? А утром все получилось. Угу. А ты хочешь яйцо забрать у кого-нибудь? Хочу. Давай с Тимуром. Я не хочу. Ну ты не хочешь больше победителя. Ща! Ой, я не понял, я промазал? Давай еще. Вот теперь точно попал. Я забрал. Не важно. Вот, слушай, я сегодня победитель. По яйцам. Кто там плачет? Так, нам Ряба не заплатила за рекламу, так что мы должны вот так снимать. Переворачивай. Все, мы подкрепились, едем дальше. Милана пошла умылась. Кремом лицо намазала. Говори, сейчас патчи ей надо. Ой, деловуха. Я говорю, знаешь, надо иметь телевизор в следующий раз взять и поставить телевизор. У нас же есть розетка здесь внизу. Да, тоже есть. Можно поставить телевизор. Надо его крепить как-то уже перед торможением улице. А вообще, мы подумали, что мы так же можем вдвоем путешествовать. Да, вообще, мы давно мечтали, если честно, вот так вот путешествовать. Только мы представляли, когда в старой машине, что багажник, ну как, через багажник сиденье разложить. А теперь еще даже круче, мне кажется, удобнее гораздо. Можно такировать матрасы, все, иди как-то в другом. Надо обязательно как-нибудь осуществить. Это так романтично. Захотела тут, поспала, захотела там. Паре ехала немножечко погуляла, поспала. Во Франции, конечно, спать немножечко неспокойно, где попало. Потому что в последнее время постоянно где-то случаи слышишь, что там газ запустили, обокрали, там... Так же и в Испании, так же и в Италии тоже. Да. Ну вот, как жить? Особенно окна разбивают, вытаскивают сумки. Все, оставишь сумку на виду, все, разобьют окно точно, 99%. Так, первая платежка, до этого мы брали карточку. Так. Мы с Сашей угадывали, сколько обойдется нам вся дорога через Францию. Так, 36 евро здесь. 36 здесь. Я делала ставки, что где-то 50. Саша говорит, нет, я не думаю, что так мало, что, скорее всего, где-то 70. Вы можете написать свои ставки, но мы вам в конце расскажем. Здесь 36, но это, наверное, только отрезок пути. Дальше, наверное, надо будет еще брать где-то карточку. 36. Ну, сколько мы проехали за эти 36? О, мы проехали. Проехали. Мы проехали. Часа 4, наверное. 330 километров где-то мы проехали. Ну, еще столько же где-то, да? Наверное, ты будешь прав. А ты берешь 6? У нас остановка номер следующая. Это последняя, надеюсь. Ну, может быть, в туалет еще остановимся, если надо будет. Сколько нам? Четыре часа меньше осталось, да, по-моему? Три с чем-то. Три с чем-то осталось. И посмотрите сразу, какая чудесная погодка. И уже ландшафт иначе, уже сосенки вот эти вот, да? Низенькие, наклоненные в сторону. Какая красота. Стоянка огроменная. Мы все еще движемся по платному французскому автобану. Долго нам еще по Франции ехать? Ну, часа 2, наверное. На улице 21. Я вышла из машины, солнце спряталось, я надела кофту. Мне показалось холодно. Солнце выглянуло, мне теперь кажется жарко. В общем, 21 оно такое, знаете. В октябре. То жарко, то холодно, да. В октябре. Там какой-то движ по ту сторону, Саш. Непонятный. Рынок какой-то, да? Да, галашины, наверное, я думаю. Перепоза 10 лет, по-моему. Так, чаек. Заварим чаек. Чаек, кофеек. Кофейка нет, есть только чаек. Вот это игрушечки мы тут нашли, смотрите какие. Вообще, крутяк. Сильнее надо. Мне очень нравится, когда с грушей. А, может заглушка? Нет, отключена, наверное. Специально, чтобы не пшикались. А вообще, я хотел такой, чтобы был... Вот здесь можно понюхать. Как раньше. В советское время такие груши были на духах. А как их понюхать? А, вот так вот? Ну, это не то. На, понюхай. Это... Это другой какой-то цвет. Смотри, тут лаванда, это же и французская тема, да? У них тут лавандовые поля. Наверное, как-то нужно как-то активировать его, да? Чтобы он пшикал. Тут, боже мой, все флаконы были бы пустые, иначе. Вот лаванда. Ну-ка. Ты прям спирты вдохнула. Я прям вдохнула. Нет, ну слишком. Ой, чем пахнет? Туалетной водой. Нет. Ой, это прям спиртяга какая-то. Нет, зеленый чай. Реально так и пахнет. Ой, это твой любимый. Что это? Ты любишь зеленый чай. Ну, приятно пахнет. Ой, это не пахучки в машину, Таня? Да, это пахучки в машину. А как они? Вообще, Саша, мы в туалет шли. Как они работают? Просто кладешь куда это или вешаешь? А, это прессия? Вес, шесть. И что, приоткрываешь? Кто-то откручиваешь, я не знаю. Ой, смотри. О, жутко. Клоп, да? Клоп, да. Вонючий. Мыло. Ладно, пойдем, мы туалет ищем. Это обед сейчас, да. Видите, время, час дня и просто все битком. Мы заехали на стоянку, она еще была такая полупустая, даже почти пустая. А сейчас просто нету места. Ну, а мы продолжаем свой путь. Самолет, он, наверное, виноват. Сейчас море будет видно слева, смотри. Уже сейчас будет? Скоро будет видно, где-то вот с любой горки. Мы всегда так посмотреть, будет море видно. С левой стороны. Вот прям чувствуется, да, совсем другой климат. Да. Даже то, что конец октября, все равно. Тут даже осенью не пахнет пока. Мила, а смотри, там забор будет. Не увидим море пока еще. Да, там где-то будет. Увидим, друзья, сегодня обязательно увидим. Вот там вдалеке, вдалеке море. Но мы обязательно доедем до него сегодня. Даже, может быть, ножке помочь. Успеем. Сейчас вот здесь, в задном месте, 23 градуса тепла. Да, у нас вот сейчас 2 часа дня. У нас сейчас заселение, кстати. С 2 часов можно было, да, заселяться в отель. Ну, мы приедем к ужину. Сейчас все нормально. А я Саше говорю, что-то я забыла с ним с вами говорю. А мы говорили, что мы в отель едем? Или говорили? Я уже не помню, что я снимала. Это же было рано утром, а я уже была прилично на ногах, поэтому я уже путаюсь в показаниях. Едем мы в город Плэйдаро. Правильно сказала, да? Это наша излюбленная точка. Мы туда уже едем третий раз. Я раньше никогда не понимала людей, которые едут несколько раз в одно и то же место. Мы уже вроде определились со страной, что мы едем в Испанию. И не могли решить все-таки туда же или что-то другое выбрать. Однозначно не хотелось куда-то очень вглубь далеко ехать, ну, потому что не так много времени, да? Но обязательно хотелось посетить Барселону. Барселона – это моя любовь. Твоя же тоже? Тоже, тоже. Тоже, тоже. Это наша любовь. Так вот, город Плэйдаро, он маленький, уютный, он очень нравится. Нравится вот ландшафт и местность, пляж. Очень пейзажи красивые, да? И мы два раза ездили в одно и то же место на кемпинг. Первый раз мы ездили, снимали там, как он называется? Ну, домик этот маленький на колесах, который, да? Потом Сашина была мечтой туда поехать с палаткой. И спустя сколько лет? Пять мы осуществили эту мечту. Так много раз вглубленных. Меньше? Три. В общем, мы были два года назад в этом же кемпинге с палаткой. И сейчас мы едем не в этот же кемпинг, а в этот же город. Уже без палатки, но и без прицепа. Почему без прицепа, вы, наверное, будете спрашивать. Почему? Да потому что, опять же, увеличивается время поездки, в два раза расход топлива увеличивается. И это всего лишь одна неделя. На неделю можно было бы поехать в Баварию с прицепом, в Голландию. Ну, то есть что-то поближе, километров пятьсот, шестьсот, да? Ну, не такой путь. Ну, как-то нам так показалось. Плюс, все равно я мимолетом смотрела кемпинги, и вот в этой местности очень много кемпингов уже закрыты. Вот буквально на прошлой, позапрошлой неделе у них была последняя неделя, и все, и сейчас, например, нет. То есть, ну, можно найти что-то, но уже не актуально, уже пустуют кемпинги. Поэтому мы искали апартаменты. Но когда я искала апартаменты, обычно я ищу либо на Бугинге, либо на Чех-24, но Чех-24 не апартаменты, а отели я ищу, да? В общем, решила глянуть отели с питанием. И нашли довольно неплохой вариант. Скажем так, бюджетно. Относительно бюджетно на четверых. И трехразовое питание. Завтрак, обед, ужин. Мы прикинули, что если мы возьмем апартаменты и будем просто носиться по магазинам, готовить... Ну, все-таки неделя, хочется насладиться этой неделей. Одно дело, когда едешь на три, да? Я очень люблю ходить по продуктовым магазинам, восстанавливается. Я думаю, я все равно зайду. Вот. Ну, не хочется тратить время на вот эту вот лишнюю суету, да? Что поесть, что купить. А тут быстро забежал, поел. И что интересно, что я сначала смотрела полупыцелон, потому что этого вполне достаточно. Завтрак и ужин, если плотно кушать. Потом просто где-то гуляю, и чисто кто-то поехал в Барселону или еще куда-то там перекусил уже в процессе. Уже не думаешь, да, о том, что у тебя там обед. Но всего лишь каких-то 100 или даже меньше, по-моему, не помнишь? Меньше. Меньше 100 евро была разница. 60 или 70 евро. Около 70 или 80, мне кажется, была разница. Сверху, если ты берешь полный пансион, то есть еще и с обедом. Я говорю, даже если мы хотя бы два раза пообедаем, основное время где-то будем носиться, ну, все равно как бы уже хорошо, и поэтому мы взяли полупыцелон. Вот. Отель будет, конечно, не какой-то там крутой навороченный, не такой, как мы с мамой отдыхали, но вполне себе. Ну, я не знаю, только картинки видала, конечно. Все вам обязательно покажем. Так, и вторая, последняя платежка. Прям интересно, сколько получится. Первая платежка была 36. Мне кажется, все-таки будет больше 70, потому что мы сейчас дальше ехали. Я Таня сразу сказала, что я думаю, что будет минимум 70. Я что-то, знаешь, как-то с Польшей сравнила. Мы когда в Латву едем, через всю Польшу поплатно, это стоит что-то там около 30 евро, да? Но не через всю Польшу, до Варшавы. С Германии на въезде заезжаем на платные автобаны до Варшавы, это около 30 евро. Но это меньше по километражу получается, да? До Варшавы? Да, с Германии до Варшавы. С Германии до Варшавы от дома в столько же, сколько до примерно сейчас места. Там получается 800 до границы где-то. От дома, я тебе говорю про платную дорогу, а расстояние. Ладно, я запутала, Александра. Короче, мы сейчас оплачиваем. Короче, платная дорога в Польшу примерно 500 километров. Да, и вот за эти 500 километров мы платим примерно 30 евро. А здесь мы проехали где-то сначала 600 или 700 мы проехали, наверное. И будет раза в 2-3 дороже. Я уже смирилась. По сути, всю Францию проехали. Это просто чисто для эксперимента интересно посмотреть, сколько это обходится. Если это действительно большая сумма, то надо подумать о том, что в следующий раз можно за эту сумму просто переночевать где-нибудь по пути. Да, ехать по более живописным местам. Скажем, мы могли же вчера чуть раньше выехать. Потому что очень скучно ехать по автобану, реально очень. Это просто однообразная дорога, и она утомляет. Так, ну что, смотрим. 52. 52. 52 плюс 36 это 88. Что? Почти 90? Чего он купюру не берет? В общем, да. Чего он купюру не берет? Он за карты тогда. Он взял. Что вот это интересно такое? Пирамида прям какая-то. Смотри. Это, кстати, полицейский участок. Это мы не изъявим сейчас в Испанию? Должны же приехать. А, да, наверное, есть. Может быть, это раньше какой-нибудь приграничный, может быть, был. Флаг испанский. Не испанский? Испанский. Это Андорра. Это испанский. Андорра справа где-то остается. А, ну, плачат граница. Вот, в этом городе. Да, мы как раз сейчас. Пертюз. Сейчас на заправку заедем. По испанской цене забавимся, посмотрим. Какая замечательная погода. Мы были как-то в Барселоне с Сашей в конце марта. По-моему, в конце, да? Или в середине? Было солнечно, но ветрено. На солнце было хорошо. Чуть-чуть солнце спрячется, уже было так. Ну, в Кожанке, скажем, мне было прохладно гулять. Были мы летом. Жара, ну, жесткая жара. Для прокулок некомфортно вообще никак. Только перебежками там через магазины какие-нибудь музеи. И были с Сашей в Барселоне мы в первой половине... Ну, мы заезжаем в Испанию сейчас. Масей, как интересно, красиво. И были мы с Сашей... Знак как раз был, да, Испания? И были мы с Сашей в Барселоне первой половине октября. Прямо вот в первых числах, где-то четвертого так, да? И было вот суперкомфортно. Вот суперкомфортно было. У нас видео тоже есть с того раза, с того периода. Была просто замечательная погода. Было комфортно гулять. Тепло, довольно, так скажем, по летнему тепло, но не жарко. Можно было искупаться. Я не купалась. Я потому что даже купальник не брала, я не рассчитывала. Саша искупался. Ну, и другие люди тоже купались. И вот так здесь было теплое. Вот. Так что вот если для таких вот парагулок по Барселоне, знаете, таких неспешных, приятных, и с учетом, может быть, искупаться, то, наверное, октябрь самое лучшее время. Не конец октября, конечно же. Ну вот, начало, середина. Замечательно. А кто-то закипел или загорелся, смотрит Димит. О, нам это знакомо. Вот это вот, да? Горит. Ой, поехали, поехали. У нас огнетушитель. Мы не успеем. Где-то в багажнике достанешь? Уже как ты? Бляху. Вроде как у него только снизу там горит что-то. Сверху. А что они не отбегают? Я бы уже бежала по за километр. Я не мог сейчас справа, там машина. Кстати, а Саша тебе говорила, что надо огнетушитель под сиденье положить, как у нас в той машине лежало. У нас нету багажнике. А что все мимо еруют? Неужели никто не может остановиться с правой стороны? Я понимаю, я в левом ряду. Все мимо проехали. У меня человек горит. Так, заехали на заправочку. Сразу вот. Евро 38. На въезде. Евро 38,9. Дешевле, чем в Левсенбурге. Экстра дизель есть еще. Евро 43,9. Бензин евро 52. И еще евро 66. Сейчас с Сашей задумались, где наш огнетушитель. Что-то мы, да. Приедем до отеля, будем вещи выгружать, сразу посмотрим и положим поближе. Лежал, наверное, в корзинке. А корзинку мы дома оставили, чтобы не стреляли. Но у нас не один же был. У нас же был несколько. Там еще есть одна ниша. Может быть, в ней лежит. Надо посмотреть. В общем, задумались, да. Надо положить на видное место. Вообще, да? Как так люди проезжают? Никто не подъедет. Сейчас едем отсюда. И у меня прям внутри все вот сидит. Саша говорит, ну не страшно. Не, у него ничего страшного не было. У него внизу горело там что-то там чуть-чуть. Под мотором. Сам мотор уже не горел. Но все равно надо было посмотреть, помочь. Хотя бы воды. Вода же у нас тоже есть. Может было водой просто полить. Саша говорит, было опасно, потому что мы в другом ряду ехали далеко. Там поток идет. Если я резко взял бы вправо, я могу просто там сделать еще хуже. Так, блин, чувак. Долго, да? Объехать. Тут, кстати, оплата только карты и только виза или мастер. Маэстро не берет, да? Просто к сведению. Мало ли кто-то сюда будет заезжать. А там через дорогу Эсо. Там пару центов разница. Есть еще дизель экстра какой-то. Такая гореть, она цена называла, да? Сколько экстра стоила? А я уже не вижу отсюда. Просто с присадкой. Керлярси. Чуть-чуть дороже было. Саша все время только какую-то ерунду сюда заливает. Не ерунду, это еще. Тут, наверное, какая-то система. Мне кажется, что они 150 евро резервируют. Что-то там написано было не на нашем. А потом они как-то пересчитывают. Мне кажется. Где-то я уже такую такую систему. Может быть, в Италии. Зальем сразу полный, чтобы уже не париться больше. Или сделаем ерунду в 60 или 70. Ну или заливай полную. Хотя в Playder тоже раньше она очень хорошая была. Я не думаю, что ты тут сэкономишь. Сейчас сделаем 70 ровно. Саша любит ровные цифры. Либо в евро ровные цифры, либо в литрах ровные цифры. А, не получилось. Почти. 50 литров и 70 евро. Вот наш съезд. Так, 5 часов вечера. Тут сейчас лазилки будут справа. Миланин и любимые. 5 часов и 7 минут. Сходишь, сходишь. Сейчас доедем до аквапарка и там съедем. И вы любите у нас цифры, поэтому рассказываю. Весь путь у нас занял без малого 14 с половиной часов. А сейчас мемблета скажу. С учетом остановок. 12, ой, 1280 километров. Это вот сейчас уже. Ну, грубо, 1300. 1300, грубо говоря. Это без ночевок, без ничего. Просто вот одним махом. 6,3 км расход топлива. А уже, видите, меньше стало. Потому что мы стали ехать уже дни по автобану. Угу. Чуть-чуть баяли сход. Вот. Как же нормально. Одним махом доехали. И если переводить в евро, получается, дорога, я прикинула, с учетом заправки на 1300 километров и платные дороги, где-то 210 евро. Ну, плюс-минус обошлось. Цифры вам, любителям, кто любит. О, первые пальмы стали появляться. И вот мы посчитали, что если ехать с прицепом, надо еще добавлять немало. Да? По расходу. С прицепом, считай, расход в два раза больше. И дорога дороже. Ну, я не думаю, что в два раза. Но, может быть, на евриках 50 было бы. То есть, где-то 350 в одну сторону и обратно. Ну, 700 евро туда-обратно. 700 евро только на дорогу, да, с прицепом. Тут, кстати, пальмы не так часто встречаются. Тут преобладают сосны. Ну, какие они размашистые, красивые. Пальмы тоже есть. Считается правильно плайдаро. Или пладжа... Плайдаро. Не, плайдаро. Плайдаро. Пишите, умники, кто знает, как правильно читается. Смотрите, какая вот... Это вот... Вот это дерево, вот это сосна. У нас-то какие мы привыкли. Высокие и худенькие, да? А тут маленькие и толстенькие. Так, Саш, ты набрал до города, а нам отель нужен. Не набрал до отеля. Ты прям до отеля, ты знаешь, как наш отель? Вот это вот. А вот он, прям на въезде в город. Ой, тут уже к Новому году все украшает. Вечером светиться уже будет? Ну что, это же центр сразу смотришь. Ну сразу, да. Ну не самый центр. Ну да, но... Ну уже прям город-город, да. Вот он. А у нас точно правильный кандидат. У нас уже нет, потому что уже Калета Пелос. Калета Пелос или как-то так. Так, парковка стоит 17 евро в сутки. Или 77 евро что-то стоит. За неделю, наверное, да? Конечно, 77 евро. Ну нам это подходит. А потом экстра ночь еще 11, если тебе надо быть больше. Так, ну что? Оплачивать когда-нибудь... Или информацию надо нажать, или что? А, ЦТТ 2305 он будет, номер. Смотри. Предыдущий, да, наверное? Нет, а ЦТТ? Это же не наш. Ну да. ЦТТ чего? 2305? Он неправильно определил номер. Ну надо будет там на ресепшене сказать. Открылась, вот смотри. Да, правильно, 2105 у нас же. Слеповат, что ли? А что, это пока просто так здесь поставили? Ну-ка, поставь и пойдем искать, где что, как. Поближе, мужской подъезд, если есть места. Знаешь, это ЦТТ? Да, тоже какой-то пляж, потому что мы тогда выходили... Когда пешком ходили, мы проходили здесь? Да. Ага. Точно, мы где-то здесь как раз выходили с пляжа, в город вышли. Да, мы проходили здесь, видишь как, а теперь ты здесь спать будешь. Жить, ночевать. Ну что скажу тебе? Я думала, уже не сезон, и будет мало людей, мало машин. Может, работники? Или вообще все равно где ставят? Он немецкий. Каждый раз место надо будет искать, или как? Ну, наверное. Откуда мужик приехал? Вон есть место. Вот место. Вот сюда и ставь. Видела сегодня ящерицу уже? Мы сегодня с папой видели две ящерицы. А вот как он называется, да. Он вот так именно и назывался на Чек 24. Хатук, не знаю. Так. У нас, по-моему, не должно быть видов на море. Если только очень частично. Вот там море, а есть море. Я говорю, если только частично, да? Итак. Ну, открывайте. Открывайте балкон, посмотрим. О, в принципе, на море. Почему нет? Ой, купаются дети, смотри, там. Да. Ну, сейчас уже вечер, уже солнце ушло. А, смотри, солнце уже ушло за угол. То есть, оно уже там. А утром будет здесь? А утром оно будет здесь. Оно вот там встает. И вот так вот весь день. И уходит к вечеру туда. Мы сейчас завтра пойдем на ланку паузу. Да. А сегодня мы уже не успеем в бассейн искупаться. Зато мы успеем поужинать нормально. Да, у нас еще есть время на самом деле. И вот мы, когда шли с нашего кемпинга вдоль моря. Кто смотрел старые видео, посмотрите. Кто не смотрел, пересмотрите. Они есть и у меня на канале, и у Тани на канале. И вот как мы шли, вот по берегу. Вот здесь красивые там места, там такие острова скалистые. И мы где-то здесь, возле этого отеля, выходили на дорогу и шли потом. Но я могу сказать, что у нас утром будет солнышко здесь. Вот сюда прямо светить вот так. Потому что солнце встает вот здесь. Это хорошее расположение. Здесь даже можно днем будет спокойно позагорать. Это, по сути, полноценный вид на море. Как по мне. Я тут. В общем, мы решили сразу, кто где спит. Милана спит здесь. Тимур здесь. Мы встанем вот здесь. Нормально. Мы любим близко спать. Мы вечно обнимаемся. Я на фотках не сильно поняла, как будут выглядеть вот эти вот спальни, места дополнительные. Я думаю, что они будут уже. Я подумаю, если что, я тут лягу с Миланкой, потому что думаю, поменьше теперь, чем Саша с Тимуром. Они думают, пускай здесь спят. Но по факту это выглядит мне тоже. Да, хорошо, хорошо. Да, наверное, вес. Зато дети смогут развлечься. Вы даже можете отодвинуть друг от друга, если вам не мешает. Мы с подушкой поменяемся, у нас как-то поменьше. Я вам туда и подушкой. Они все одинаковые, просто на эти кровати надо посмотреть. Так, пойдем принесем все вещи и пойдем осмотримся немножко по территории. Запах тут такой, надо проветрить. Ну, уборка была. Не хлорки, не хлорки. А можно вы пойдете, я тут пока остаюсь. Можешь остаться. А ужин у нас через полтора часа. Так что, я тоже. Это типа анимация, там играют, да? Ой, ну купаются люди в бассейне. Но бассейн не подогревается, насколько я читала. Решили пока до ужина прогуляться. Не знаю, мы такие помятые, замученные. У нас сейчас нет ни сил, ни устроения, ни уже приводить себя в порядок. Ничего, хочется уже просто поесть и спать, лечь. Ну, там же солнышко есть. Молодые купаются вовсю. Ну, значит, и Миланка будет, я в ней не сомневаюсь. Ну, не сегодня, конечно. Да, буду, 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 буду. Я, конечно, вряд ли. Я теплолюбивая. Пойдет. Пойдет. Да не, прям что будет. Да не, нормально. Да ладно, вода, да. А какая глубина? Метр девяносто посередине, Милан, аккуратно. Немножко больше, чем я. А вот, можешь вот в этой, Милан. Там 50 сантиметров. Это для мамы. А тут спустишься, Саш? Да, да. Идем дальше. Да, здесь и даже купаются. Ничего себе, я уже, если честно, хоть мы и взяли купальники, но я уже так, не очень верила. Здесь будет солнышко весь день. Вот завтра позагораем. Завтра обещают солнечную погоду плюс 23. Но я думаю, на солнце будет и того жарче. Смотрите на эту красоту. Не знаю, как называется, но красиво. Вот такой вот пляж. Я очень люблю, когда такой. Когда мелкие-мелкие камушки, но не песок. Но и не крупные, которые не впиваются. Время сейчас почти шесть. Без десяти. Сейчас выйдет влог. Уже все для этого готово. Видите, Татьяна. Татьяна старается успевать вовремя. Да, и все еще о себе в третьем лице. Носки-то сними, Тимур. Это камушки, это не песок, я счастлив. Я тоже счастлив, что это не песок. А такой массаж? Блин, только я себе уже в кроссовки камушек насыпала. Да ладно. Море спокойное? А сам слабо детей отправляет? А завтра? Ага, давай сегодня. Потрогай водичку. Наш любимый пляж. Камушки, скалы. Да, все как мы любим. Давай, давай, водичка. Ну ты так не поймешь. Ну как? Как? Свой зрачок, да? Ну да. Нормально. Можно купаться. Ну если очень-очень хочется. Ну как? Нормально. Не ходи далеко, может там резко обрывается. Мы ж не знаем. Ну не очень холодно. Не. Да ладно. Слышишь, какой звук? Это волны бьются, да там? Да. Я, кстати, потрогала водицу. На самом деле рукой. Кажется, очень даже приятная. Может быть, я завтра даже рискну туда залезть. Немножечко мне щекотят нервы вот эти вот все-таки скалы, камни. Потому что детям нужно везде залезть. И Саша это поощряет и ползает сам. И мне прям нервы щекотить. Понимаете, да, почему нам так нравятся именно вот эти пляжи? Потому что они особенные. Милана уже успела забраться на самую верхушку. И вернуться. И вернуться благополучно, слава богу. Все, мы пришли поужинать. Не буду вам показывать весь шведский стол. Сегодня мне не до этого покажу. Завтра, послезавтра будет еще времени достаточно. Саша пошел себе брать кушать. У меня паэлья с морепродуктами. Судя по всему, я вижу тут меди. Серьезно? Уже макароны съела и за пиццей сходила? Да. Рыбу какую-то взяла. Пока так, а там посмотрим. И у Тимура, наверное, вот это вот курица, да? Да. Попробовал что-то уже вкусно? Ну, все, вот это вот там была такая. Непонятно, что мы съели, Тимура. Не понятно, что это фасоль в яйцах. Там вроде бы все подписано, но не на понятных языках, да? Нету немецкого, нету русского. Английского тоже я не видела или есть? Вот очень не пожалели пюрешки. Пюрешка, да. Видишь, очень много. Главное, чтобы курица была вкусной. Пюрешка мы и дома можем поедать. Хотя и курица у нас дома есть, что уж там. Самый вкусный пюреш, который... Я не люблю пюрешки. Ну, то есть я не фанат. Я съел пюрешку. Ну, я попробовал нашу пюрешку, когда у нас была красная поездка первая. И мне очень-то понравилось. Вот, если бы вам помнить, там было очень вкусно. Да? Очень вкусно. Да-да-да. Мы с Сашей за ужином обменялись комплиментами. Он сказал, что я выгляжу ужасно. Я сказала, что он тоже. Ну, как можно выглядеть, когда сутки почти не спал? Все, друзья, прощаемся с вами, обнимаемся. Завтра мы будем выглядеть свежее. Завтра мы будем замечательно выглядеть. Особенно на солнышке.